Столичные власти решили создать в Чебоксарах сеть велодорожек. Учтены ли все пожелания любителей двухколесного транспорта? Узнавали наши корреспонденты. Велодорожка ограничена разделительной полосой, помечена дорожными знаками и освещается в темное время суток. Все это говорит о том, что она сделана в соответствии с европейскими стандартами. Кроме того, она проходит по краю пешеходного тротуара и не является помехой ни для водителей, ни для пешеходов. Но, несмотря на многочисленные плюсы, велосипедисты считают новшество нелепым и смешным. Я заметил то, что дорога разбита в некоторых местах, ну, прерывается сама дорожка в некоторых местах, то есть она где-то непостоянно где-то есть, а потом ее нету. Там дальше, ниже я видел, на остановке столбы стоят, которые, естественно, надо объезжать тоже. Разделение тротуара на пешеходную и велосипедную зоны вызвало у чебоксарцев бурю эмоций. Одни отмечают малую ширину велотрассы, отсутствие пандусов, ямы и другие преграды на пути к заливу. Другие, наоборот, хвалят инициативу администрации. Несомненно, 2014 год войдет в историю Чебоксара-Чувашию, как год, когда в столице Чувашии наконец-то появилась специально выделенная полоса для велосипедистов. И в тот момент, когда я увидел в интернете первые такие, ну, несколько ехидные высказывания о том, что, ну да, первый вариант дорожки, он проходил через столбы, чебоксары над этим посмеялись, но по большому счету это историческое событие, потому что впервые начала зарождаться новая культура, вот скажем так, дорожного движения. Жители города, да и сами велосипедисты пока еще не совсем привыкли к нововведению, и движение на тротуарах все еще перемешано. Чтобы эта культура закрепилась, потребуется немало времени. А пока в планах городских властей разметить еще несколько дорожек. Они пройдут по улицам Гагарина, Калинина, затем, завершая круг, вернутся к заливу. Евгения Егорова, Андрей Шоклев, Республика.